24 ноября прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главе города Андрею Шубину доложили о текущей эпидемиологической ситуации в Десногорске и о мерах по противодействию коронавирусной инфекции. Так, на 24 ноября нарастающим итогом ковид был диагностирован у 921 человека. Из них 720 выздоровевших. Это почти 80%. За прошедшую неделю всего заболело 66 человек. Если говорить по возрастам, то на первом месте в основном болеют люди взрослые в возрасте от 50 до 64 лет. В стационаре медсанчасти находится 82 человека. Из них 56 с пневмонией, 26 с новой коронавирусной инфекцией. Под наблюдением амбулаторно 155 человек. За вчерашний день было 150 вызывов. 88 из них обслужили сотрудники скорой медицинской помощи и остальные обслужили два врача. Мы организовывали колл-центр, как вы знаете. Три сотрудника колл-центра заболело. Сейчас новых людей обучаем, чтобы они отвечали на телефонные звонки. На дистанционную форму обучения переведены пять классов городских школ. Три класса до 3 декабря в третьей школе. По одному классу в первой и четвертой школах на дистанционке до 30 ноября. При этом за прошедшую неделю отмечено повышение случаев острых респиратурных заболеваний во второй и третьей школе. В медсанчасти продолжается прививочная кампания против гриппа. Пик заболеваемости традиционно приходится на первые месяцы нового года. И в медучреждении предлагают заранее провести вакцинацию. Уже привычные городские меры, такие как уборка подъездов дезинфицирующими растворами и проведение санитарных рейдов специальной комиссии будут продолжены и далее.